Я просто благодарна Богу, что Андрей, ты с нами, и Илья, потому что Илья, когда он служит в Пакистане, то он очень много видит там духовных проявлений, да, почему? Потому что этот народ, он очень верит в духовные существа, он верит в духовный мир. И, конечно же, нам, как русским людям, мне бы тоже не хотелось, чтобы мы были абсолютно деревянные такие, да, к духовному миру, и жили только этим материальным миром, что я вижу, что я трогаю, могу пощупать, и только этим жить, мы должны, конечно, думать о том духовном мире, который соприкасается с нами, который более реальный, чем этот физический мир, но в то же время мы не должны блудить от Бога, блудить от этого духовного мира, знаете, призывая какие-то другие силы, мы должны иметь одну силу и призывать ими Иисуса, как написано, что мы не можем есть со стола бесовского и со стола Господнего, да, мы избираем Господень стол, мы избираем то, что лежит на этом столе, мы питаемся этой пищей, поэтому спасибо огромное за ответ, и давайте помолимся. Мы можем помолиться, драгоценная душа, нужно просто почаще спускаться вот туда, по лесенке, вовнутрь себя, вот в то пространство, где ты можешь встретиться с Богом и пережить его, прямо войти в тронный зал Отца и общаться с Создателем мира, и давай будем делать это прямо сейчас, ты можешь обратиться к Богу, для этого иди к свету, к этому внутреннему свету, который озаряет твою жизнь, просто иди туда, где любовь, иди туда, где мудрость, иди туда, где Божья сила, которая возвышает тебя над всеми мирскими светскими проблемами, заблуждениями, иллюзиями, иди к этому свету и не полагайся на то, что что-то в этом мире улучшит твою жизнь, если ты будешь бездействовать, если ты ничего не сделаешь со своей душой, не мир должен стать лучше, а мы должны меняться, Царство Божие должно прийти во внутреннем нас, и тогда мир изменится. Итак, я высвобождаю слово веры в жизнь каждого человека на исцеление душевных ран, на исцеление от физических болезней, от горечи, от травмирующих каких-то воспоминаний. Придет забвение, и все дурное будет забываться, а все хорошее будет вспоминаться чаще и чаще. Я провозглашаю славное имя Иисуса Христа, нашего Целителя, я призываю имя Божье, нашего Создателя, я призываю силу Святого Духа на тебя, пускай поднимутся огромные могущественные волны Божьей силы и мудрости, чтобы покрыть тебя с головой, это то, что не переждать, от чего не спрятаться. Невозможно просто переждать это, потому что Бог велик. И мы будем познавать высоту, глубину, широту и долготу, превосходящее разумение любви Божьей. И прямо сейчас уже высвобождается поток в твою жизнь, исцеляющий поток. И главное, что ты сможешь удержать свое физическое исцеление. Ты просто сможешь удерживать его, потому что меняешься внутри, потому что Царство Небесное приходит вовнутрь тебя, придут такие высокие чувства и желания, не принимая это за сентиментальность. Это Бог стучится к тебе. Настоящая Божья любовь стучится к тебе. И я верю, что Илья сейчас высвободит такое слово, такое помазание, которое просто сдует с тебя все болезни, все физические болезни, все телесные болезни. Аминь, аминь. Спасибо, друзья. Здесь присутствие Духа Святого сильное. И я бы несколько слов хотел сказать по поводу тяжелых болезней. Вот те люди, которые, если у вас какие-то очень сильные, страшные заболевания, и у вас не получается вылечиться или же принять исцеление. За вас, может быть, молились, или вы куда-то приходили, и ничего не получалось. Может быть, вы уже отчаялись. Первое я хочу сказать, вы должны иметь внутри себя настрой, веру на победу. Вы должны знать, что все будет хорошо, что может все измениться. Бог исцелит вас. Вот вы должны вот всей душой вот это принять. Вера, написано, приходит от слышания. Поэтому перестаньте слушать негативные, вот перестаньте слушать мысли вот эти токсичные, которые к вам приходят и разрушают веру или каких-то людей. Оградите себя людьми, которые верят, что вы будете исцелены. И послушайте, неважно, какая у вас болезнь, если ты парализованный, если ты слепой, даже если у тебя нету частей тела, ты можешь верить, что Бог исцелит тебя, потому что Бог целитель. Недавно у нас произошел случай такой, свидетельство хорошее. У нас есть служитель, и у него жена очень сильно заболела во время пандемии, и она, представляете, целый год не выходила из дома. Она боялась. У нее была проблема с сердцем, большая. То есть ей нужно было реально, в прямом смысле, практически новое сердце. Очень дорогостоящая вот эта операция, и в России не делают ее. Она уже где-то искала Израиль или же Германию, вот, чтобы туда поехать. Ей врачи сказали, что ей осталось жить недолго. Вот, и когда я к ней приехал, я прям получил слово, мне Бог сказал, «Скажи ей, что я творец». И я им начал об этом говорить. Вы знаете, каждый по-своему, каждый имеет познание о Боге. Кто-то знает Бога как, ну, как спасителя. Кто-то знает Бога как царя, как строгого. Кто-то как папу любящего. Но вы должны знать, что Бог, Он также и творец. И мы должны познать Бога именно не только как спасителя, но как творца. Бог творил землю. Именно Бог творил словом своим и духом. Бог творил человека. Бог творил деревья. Он создал планету вот просто за считанные секунды. За мгновение словом. И вот мы должны понять, Он также может сотворить новый орган. Он может, если ты парализованный, может сделать так, что ты будешь полностью исцелен, полностью здоров. Он может дать тебе новые глаза, сердце. Я ей когда вот это сказал, мы за нее помолились, и она получила полное исцеление документально. И я понимаю, что это даже не по молитве, а потому что она поверила и узнала Бога творца. И вот давайте сейчас помолимся за эти тяжелые болезни. Мы сейчас вернулись с Пакистана. Там Бог исцелял именно тяжелые болезни. Парализацию. Девочка, вот я помню, по крайней мере, девочка никогда в жизни не ходила. Ее принесли на этот крусейд, и она там встала и пошла, вышла на сцену. Мама ее плакала, и она первый раз в жизни пошла. Также несколько слепых, полностью слепых людей. И множество, множество других исцелений. Вы должны знать, для Бога нет ничего невозможного. Верь. Вот просто настройся, что Бог исцелит. Может быть, если даже ты сейчас не получишь исцеление, не дай Бог. Но даже не разочаровывайся, продолжай в вере стоять. Иногда бывает процесс сотворения, какое-то время нужно. И мы сейчас помолимся за это. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю Божию силу. Я высвобождаю огонь Духа Святого прямо сейчас на все тело твое. И я приказываю, органы сотворитесь, недостающие органы. Появитесь прямо сейчас именем Иисуса Христа. Слепота убирайся прочь во имя Иисуса. Глаза откройтесь сейчас. Уши откройтесь сейчас. Парализация вон пошла именем Иисуса. Я высвобождаю огонь Божий на все тело твое прямо сейчас. Сейчас ты можешь положить руку на то место, где есть боль у тебя, где есть болезнь у тебя. Прямо сейчас через твою руку Божия сила сходит на тебя, сошла прямо сейчас. Это похоже как электричество или же как тепло такое вошло. Это действие Духа Святого, сила. Это все, это говорит о том, что вот процесс начался. Но даже если ты ничего не почувствовал и не чувствуешь сейчас, Бог действует. И прямо сейчас Он творит невидимой нитью, Он творит новые органы. У Него есть все детали для тела твоего. И прямо сейчас во имя Иисуса я молюсь за чудо творения. Во имя Иисуса будь исцелен, будь восстановлен сейчас. Во имя Иисуса опухоли убирайтесь прочь. Прямо сейчас исцеление сердца. Бог сейчас исцеляет чье-то у кого-то боль в области груди. Прямо сейчас в эту боль ушла во имя Иисуса Христа. Последствия ковида ушли прямо сейчас. Именем Иисуса я получаю слово знания, что у кого-то исцеляется колено. Прямо сейчас будьте исцелены. Последствия инсульта ушли прямо сейчас. Во имя Иисуса частичная парализация ушла прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Начинайте проверять там, где у вас была боль, то, что вы сделать не могли, делайте сейчас. И в это время вы будете исцелены во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Прямо сейчас действие Божье происходит в вашем теле. Именем Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok